Всем привет! В эфире Универ Ньюс и в студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Президент Русфонда посетил Казанский университет. В Казанском научном центре РАН прошел юбилей Александра Коновалова. КФУ посетил руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Казанский федеральный университет и Русфонд давно ведут сотрудничество. Так был создан Приволжский регистр доноров костного мозга, новейшая лаборатория. А также проведен ряд мероприятий по привлечению доноров. Президент Русфонда вновь посетил Казанский университет и встретился с проректором по биомедицинскому направлению. Что обсудили стороны и как сегодня развивается сотрудничество, мы расскажем прямо сейчас. Проректор по биомедицинскому направлению Казанского федерального университета Андрей Кияса встретился с президентом благотворительного фонда Русфонда Львом Амбиндером. Темой встречи стал совместный проект Русфонда и КФУ по развитию Приволжского регистра доноров костного мозга, созданного на базе Казанского федерального университета. В частности, Лев Амбиндер во время встречи отметил, что в направлении донорства необходимо развивать законодательную базу, а ее отсутствие может создать ряд проблем. Надо определить судьбу донора, когда он становится реальным. Ему больничный кто-то должен выдать. Ничего же этого нет. Кто-то командировочный должен ему выдать, значит, транспорт оплатить, значит, и гостиницу, суточные, да? Дальше он потом должен неделю восстанавливаться. Вот это все кто оплачет? Напомним, что Приволжский регистр доноров костного мозга на базе КФУ был создан в 2018 году и стал важным этапом в реализации программы ускорения строительства национального регистра. Донорство необходимо для лечения при ряде заболеваний, в том числе при раке крови. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета при поддержке Росфонда открылась первая в России НЖС-лаборатория по определению генной совместимости потенциальных доноров. Уникальная лаборатория ускорила работу регистра, позволив вносить в базу до 25 тысяч фенотипов потенциальных доноров. Помимо этого, КФУ и Росфондом был проведен ряд совместных мероприятий, направленных на привлечение людей стать донорами. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. 30 января в Казанском научном центре РАН прошли торжественные мероприятия, посвященные 85-летию выдающегося ученого Александра Коновалова. Его жизнь, кажется, неразрывно связана с Казанским университетом. Он познакомился с ним, еще посещая детский сад для сотрудников. А затем в ходе учебы и работы дослужился директор и занимал этот пост 11 лет. О том, как прошло торжественное мероприятие в честь юбилея Александра Коновалова, наш следующий сюжет. Общественный деятель, глава всемирно известной Казанской химической школы, ректор Казанского университета в 1979-1990 годах, Александр Иванович Коновалов успел проявить себя в самых разных сферах деятельности. В 85 лет, все такой же бодрый, как и в молодости, он принимает поздравления от лидеров российской науки и руководства Республики Татарстан. Я хочу уже от имени президента ученого советского центра поздравить вас с этим юбилеем, пожелать здоровья, благополучия, новых успехов. В торжественном мероприятии, сдвоенном заседании ученого совета КФУ и Казанского научного центра РАН, приняли участие ректор Казанского университета, научная общественность города, заместитель премьер-министра Татарстана, президент ФИЦ Казанце РАН. Хочу буквально два поздравления от озвучки ЧАЧАТИК. Первое – право, 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 телеграф. Второе – это поздравления от отделения химии наукоматериалов Российской академии наук, где Александр Саныч состоит уже достаточно долго. В знак признания научных заслуг Александр Иванович Коновалов был награжден многочисленными благодарственными письмами и подарками. Будучи руководителем крупнейшего вуза страны и являясь его выпускником, ректор КФУ Ильшат Гафуров также искренне поздравил своего наставника. Хочу сказать вам большое спасибо за ваш вклад, наш университет, наш общий дом, альмаматор, как сейчас модно говорить. Поскольку, когда мне говорят с Александром Ивановичем, ты как знакомый, я говорю, да, 79-го года. Он рейтер, я студент. Вклад Александра Ивановича в развитие Казанского университета сложно переоценить. За годы его работы здесь университет прошел насыщенный путь полной научных побед и достижений и обогатился новым опытом. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча студентов казанских вузов с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Встреча прошла в рамках проекта «Диалог на равных». Подробности в нашем следующем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча студентов казанских вузов с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Участие в мероприятии принял министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов, проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов, а также активисты казанских вузов. Особое внимание было уделено цифровизации и ее влиянию на общество. Спикер также поведал о деятельности Федерального агентства по делам молодежи. Наша задача, наша цель, наша миссия, как хотите, называйте, всегда путаются эти понятия, даже у великих ученых по некоторым вопросам. Это создать максимальное количество возможностей для самореализации молодых людей в нашей стране. Про это гранты, про это форумы и все, в общем-то, остальное, что мы делаем. Далее состоялась сессия вопросов-ответов. Первый из вопросов касался будущего всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Мы работаем над тем, чтобы как минимум два основных форума, это Таврида и «Территория смыслов», стали проводиться в новом измерении. В числе обращений к Александру Бугаеву было и приглашение на студенческий образовательный форум, который пройдет в августе 2019 года. Диана Нашилова, Леонард Влетьяров, Универоньюз. В Казани объявили имена победителей 14-й республиканской студенческой премии «Студент года-2018». Конкурс заключал в себе два этапа – очный и заочный. Студенчество Казанского федерального университета из года в год трудится на благо развития студенческого самоуправления университета города и страны. Свои способности и достижения они показали в рамках этого конкурса. В следующем сюжете мы расскажем вам о заслугах одного из участников. Самым ожидаемым событием студенческой жизни и мероприятием, подводящим черту молодежной активности за год, безусловно, является премия «Студент года». Конкурс направлен на повышение творческой и социальной активности студентов. В этом году всего для участия в премии поступило 296 заявок от высших учебных заведений республики. 149 заявок было подано Казанским федеральным университетом и в очный этап прошли 74 участника от КФУ. Ребята достойно защитили честь университета в очных отборочных турах и прошли в финал в 16 номинациях премии. Так, например, лауреатом премии «Интеллект года» стал Александр Шляхтин, студент 4-го курса Института управления экономикой и финансов КФУ. Для меня этот конкурс, наверное, стал самым таким большим испытанием за последнее время, потому что такой уровень конкуренции я давно не испытывал. Там участвовали лучшие студенты из своих институтов, и поэтому проход на награждение в финал этого номинации для меня являлся большим достижением. Представлять свой университет, безусловно, большая ответственность для участников. Всегда бывает определенное волнение перед тем, когда ты слышишь, что с тобой выступают также и люди, которые уже закончили ординатуру, люди, которые уже проходят совместную магистратуру, российско-германскую магистратуру, люди, которые уже имеют собственный бизнес на основе своих научных достижений. Да, действительно, с точки зрения их я чувствовал определенное напряжение, но все стало намного проще тогда, когда я уже начал выступать, потому что я имею достаточно большой опыт выступления, и самое главное – это то, когда ты выступаешь, потому что только тогда ты регулируешь вот эти вещи, можешь именно добиться самых больших достижений. Претенденты на победу продемонстрировали свои личные портфолио на суть жюри фестиваля. На сегодняшний момент в моем портфолио имеется достаточно много научных статей, если их пересчитывать, около 30 штук получается, из которых мы с несколькими научными руководителями подали 7 работ, опубликованные в «Скопус» и «Веб оф Сайенс». То есть я очень благодарен им за поддержку, которую они оказывали на протяжении всех четырех лет. Александр Шляхтин, кроме того, является руководителем студенческого научного общества Института управления экономики и финансов КФУ, поэтому наука в его жизни играет существенную роль. Мои основные работы касаются социально-экономического развития регионов России, касаются также такой необычной сферы, как урбанистика, то есть расчет транспортной эффективности городской сети и очень интересной работы в рамках интеллектуального капитала и подходов методов к его оценке. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok